Ребятки, хелло, как говорится, читаем интересные новости, но рекомендуем делать это в нашем телеграм-канале, там много всего интересного, специальная ссылка внизу. Так вот, в 2023 году самым популярной электричкой в стране стал китайский Zikker. Он обогнал Evolut, на котором ездит много таксистов по всей России, а также Tesla и Volkswagen ID. В то же время многие очень переживали, как китайские автомобили, и особенно электрички переживут зиму, и некоторые опасения сбылись. Знаете, что заметил? Заметил, что зарядка на холоде просто, она тает, как снег. В этом обзоре мы посмотрим сразу несколько китайских автомобилей, в том числе довольно дорогих. Поговорим с их владельцами. Возможно, те, кто хочет купить себе китайский автомобиль, в том числе электрический, но все еще сомневается, получит ответы, за которыми давно охотится. Обзор, поехали. Ребешки, ну на самом деле вот сюда, там стоят... Тихо, очень скользко в Москве, конец февраля, но очень промозгло, и сегодня где-то минус 10. Так вот, сегодня мы посмотрим не только интересные китайские автомобили, но еще и параллельно тестируем неплохие китайские часы. И это не какая-то Швейцария за миллион, как многим может показаться. Бренд называется Siga Design, и у них уже 17 международных наград в области дизайна. У этой модели круглый стальной корпус, инновационные стрелки и циферблат микронной точности. Эти часы нам отправили ребята из All Time, у которых... Сейчас я вам зачитаю. Минимальная стоимость часов у них 1170 рублей, а максимальная, знаешь сколько, 19 миллионов 750 тысяч рублей. Точно найдете что-то для себя. Специальная ссылка внизу, однозначно рекомендуем. Нам нужны вот эти два автомобиля. А то многие снова начнут ругаться, снова показывать какие-то зикры за 10 миллионов. Средняя зарплата в стране сколько там? 30? Так вот, это одни из самых популярных бюджетных... Да, погодка так себе, отстой. Снег обещали, полуснег, полудождь. Это одни из самых популярных бюджетных... Не знаю, можно ли это слово вообще употреблять? Бюджетных автомобилей, в том числе в каршеринге. И у нас есть что сказать про эти машины. Откатали на них вот буквально всю зиму. И когда было минус 20, и когда были сильные снегопады. В том числе бронировали эти машины с ночи. Они всю ночь стояли в минус 15. А утром подходили, дергали за ручки, прогревали, открывали и ехали. Нам есть что об этом сказать. Перед нами джили. Дили или джили? Перед нами джили-куллуре. Один из самых популярных бюджетных автомобилей в России. Вот уже видите, ледяная корочка. Иди сюда, покажи. Мы эту машину забронировали 3 часа назад. Вот, та тоже уже обмерзлась вся льдом. Вот и посмотрим, как оно откроется там, прогреется и все такое. Машина появилась на рынке в начале 2020 года. Вот этот трехцилиндровый, я могу открыть, капот. Вот мы пришли. Машина всю ночь стояла. Вот она вся в ледяной корке. Ручки тут не выезжают. На самом деле, если в двух словах, что касается дили, джили-кулуре и хавейл. Неправильно? Хавейл. В двух словах все ок. Это настолько простая машина, что тут нет вот этих всех замороченных интерфейсов, которые пугают будущих владельцев дорогих китайских электричек. Ручки открываются, двери закрываются. Попахивает. Это классика, классика каршеринга. Накурена жесть. Что такое взял за юэпин и даже сделать массаж? С вами была Катя Калина. Машина грязная, с мусором, классика. Очень накурена. Вообще вонища и никто ничего не делает. Пишешь, не пишешь им туда. Звонишь, в машине курят. Ааа, мы приняли к сведению. Что касается Джили Коуре, единственное, что вот лично я заметил, у машины очень долго нагревается печка. Я вчера ехал на такой машине, на ней был пробег тысячи километров, на этой 34 921. Печка начала дуть горячим минут через 15. Я не знаю почему. И это было много раз. Стекло уже отпотевает. Есть подогрев руля, подогрев форсунок стеклоомывателя и лобового стекла. А, ну тут дует теплым уже. Тут вот сразу начал. Вот раз на раз почему-то не приходится. Смотри, сколько пепла. Курили прямо вот сюда. Капот мы хотели открыть. О, какая вмятина. А я это не сфоткал. Может сверху свалилось что-нибудь, пока я тут ходил. Вот мне сейчас появится штраф за капот мятый. В смысле? Она же открылась, ты слышал? Открыто? Открыто. Омывайку надо заливать? Надо заливать. О, какая вообще классная. Ну, в общем, привяжка. Ладно, фиг с ним. Знаешь, сколько стоило на старте продаж машина? Это был 21 год. Недавно вообще-то. 2 миллиона. Миллион сто. 1 миллион 118 тысяч рублей. Вот, 21 год. Миллион сто. Сейчас она стоит 2 и 3 миллиона. Что касается зимы на этой машине. Лично у нас, ты ездил на ней? Да. У тебя были вопросы какие-то? У нас, у меня тоже вопросов никаких не было. Смотри, как дверь вибрирует. Да, я стоял там. Потрогай. Да, я стоял. Прям дверь ходуном ходит. Это нормально? Ну, учитывая то, как она на них ездит. Сейчас. Во, горячим стало дуть. Нормально. За 2 миллиона, ее можно взять где-то за 2 миллиона 50 тысяч рублей. Сейчас в наших текущих реалиях, наверное, не самый плохой вариант. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Автомобиль номер 2 это Хавейл. Хавал, многие говорят, но на сайте написано Хавейл Джиллион. Бренд основан в 2013 году. Компания принадлежит компании Грейт Волл. И вот эта компания Грейт Волл основана в 1976 году. Название происходит от англоязычной фразы I have all. Прикинь. Что означает у меня есть все. Потому что Хавейл, Хавалл это премиальный бренд Грейт Волла. Грейт Волл тачки попроще. А Хавейл типа у меня есть все. Давай сюда подойдем поближе. Тоже, посмотри, вся ровно льдом замерзла. Вмятины нет, но есть царапины, которые я тоже не сфоткал. Машину эту собирает в Тульской области, причем уже довольно давно. Снова тебе вопрос на засыпку. Сколько он стоил на старте продаж в 2021 году? Ну, премиальная, 2,500. Да ты гонишь, он сейчас 2,3 стоит. А, да. На старте продаж машина стоила 1,259,000 рублей. Сейчас базовая конфигурация стоит 1,999,999,99. Но средняя стоимость 2,2-2,3 миллиона. Машина замерзла. Стояла ночь, стояла все утром. Мы специально ее не прогревали, ничего не трогали. Открыть машину. О, красота. Это я сфоткал. Смотри, а что это фольга какая? Это фольга, что ли? Что это такое? Я думал, это краска. А как это? Подходим. Ледяная корка. О, грязища. Сели, завели и поехали. Вообще никаких вопросов. Коробка тоже немножко странная. Очень неудобная. Очень неудобная? Ну, та привычная. Ну и вот климат-контроль тут тоже такой. Человек 60+, с не самым хорошим зрением. Вот это вот, вот это вот нажимание, вот эти все. Ну, сюда еще, по-моему, можно нажать. 7. Это у нас, что ли? Да. У машины 28,000 пробега. А я капот открою. Они, может, заблокированы как-то? А кто заливает? Я недавно ехал, у меня закончилась омывайка. Они говорят, вы омывайку искали... О, перестало. Они говорят, вы омывайку искали в багажнике? То есть предполагается, что я ее там найду. Это мне в чате написали, вот конкретно этой компании. Подниму капот, вот это вот все, да, и сам залью. Это все касается только каршеринга. Что касается... Вот, вот, пожалуйста. А вот это касается зимы. На улице, да, не так холодно, минус 10 сейчас где-то, но... Также у нас есть, вот, другой, смотри, чистая машина. Это что, стекло, что ли, битое? Чувак, я это тоже не сфоткал. Вон, смотри туда. Вон, крупно покажи. Вон, видишь, с крыши летит? Да, но они там машину убрали, по-моему. Я вот этого не видел. Попали мы на деньги, походу. Пойдем, как у дяденьки спросим. Здравствуйте. А можно вам вопросик задать? А у вас свои машины есть, не секрет? Есть, есть, да. Китайская или не китайская? Нет, у меня не сидит. У меня в ремонте машина. А следующая машина ваша какая будет? Немецкая или китайская? Думаю. Думаете, тем не менее, да? Думаю. Сейчас посмотрю, как машину отремонтируют. Ага. Как у меня состояние будет. То есть, если все окей? Ну, хорошую, китайскую можно взять, вот такую хорошую. Премиум класса, я бы взял. Не жалко денег? Ну, а что денег? Мерседес 17 миллионов стоит. Точно. А там 8. Вот вам жалко, мне вы не жалко. Спасибо. Как вас зовут? Павел. Очень приятно. Хорошего вам дня. Спасибо большое. Возвращаемся. Это у нас Chery Tiggo 7 Pro. Машина тоже подмерзла. Чувак, нам точно вот этот царапин впаяет. Ручки. Раз, два. О, это почище. Ты ездил на такой машине? Я в Анапу, мне ездил. Это вот классика каршеринга. Садишься и как заорет какой-нибудь лайк. Или что там вот эти вот радио странные все. Как это? Где тише сделать? Вот. Тут есть 32 градуса. Обычно в машинах 30-31. Тут 32 есть. Ждем 10 минут. Стекло отпотеет, оттает. Можно ехать. К недорогим машинам вопросов нет. Но. А все, гаси. А ты смотри, оторвали эту штуку. А здесь мы сможем открыть? Там как будто кому-то плохо было в этом ящике. Не показывай. Капот. Хороший вопрос. Нет, походу нет. Нет, да, да, да. Я даже... Закрыть дверь. Ребешки, теперь поговорим более экспертно. Будь добр. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Давно не виделись. Это Игорек, наш технический директор. Какой у тебя была машина Хавал? У меня H6 был предыдущий. А, H6. А этот F7X. Вот человек, который долго ездит осознанно на китайских машинах. А до этого у тебя был Сань Йонг? Сань Йонг Крэкстон был давно. До этого до китайских машин у меня была BMW. Вспомню вздрогнув. На H6 сколько ездил? Года два, два с половиной, наверное. И что продал? Я приехал чисто посмотреть, что там новенького. И, в общем, условия были такие выгодные, что уехал уже на другой. Короче, вот твоя тачка. Пойдем. Да, пойдем. Ты и ту зиму откатал? И ту зиму, и эту уже. Ну, расскажи. Во-первых, за сколько ты покупал H6? Вот, а издалека начнем. На тот момент, кажется, порядка полутора миллионов. Но я помню, что в трейд-ин я его сдал за миллион девятьсот. Вот так. То есть дороже, чем купил. Чем они отличаются? Нет, H6 это вообще другая машина. У него полуторалитровый движок. И если далеко ехать, конечно, по трассе было тяжеловато. Тут какой движок? Два литра. Для города хватает и полутора. Единственная необходимость, которая возникает, это когда я до Ростова по трассе тысячу километров еду. Во! В Ростов ты на ней гонял? И не раз? Уже неоднократно. И как? Отлично, нормально. Отлично, нормально. Че зимой? Расскажи. Из проблем, которые я пока что обнаружил, при сильных морозах, сильных снегопадах могут замерзнуть складные зеркала. Но это, в принципе, нормально для многих машин. Вторая проблема... А ты рукой их открываешь или что? Да нет, я их просто, ну типа, выключил автоматическое складывание, чтобы они, когда глушишь машину, не складываются. А если рукой открыть не сломается? Я открывал рукой, как было. Силой там. Не то, чтобы там прям сильно, но у нее просто слабенькие эти механизмы, которые их складывают, открывают. А вторая проблема была посерьезнее. Уезжал в отпуск, машина осталась две недели стоять. На улице? На улице. Погода была влажная, ну типа, шел дождик. И когда я вернулся и сел, и поехал при торможении, прям конкретно такой скрежет такой. Поехал на сервис, потому что оно мало того, что скрежетало, оно еще и постукивало, типа так. Приехал на сервис, говорю, ребят, что такое? Они говорят, вот понимаете, вот у вас диски, они прикипели, короче, пока стояла машина две недели. Да, и типа коррозит. То есть диски из очень плохого металла. Приехал в сервис, задал вопрос, они развели руками, сказали, что ну такие стоковые, что сделаешь? И сказали, что можно просто поставить не оригинальные, они будут нормальные. Это в официальном сервисе так сказали? Ну там нормальные ребята, с которыми я много лет уже общаюсь, они меня знают хорошо. Хороший сервис. Но опять же, на китайцев жалуются, что металл плохой. Вот предыдущую мне через месяц после покупки поцарапали, прекрасные люди на Жигулях без документов. Царапина, я все хотел ее заполировать, так несколько лет с ней проездил, ни ржавчины, ни коррозии, ничего не началось. Хотя до металла прям царапина была. Хоть что-то касательно зимы здесь проявилось. Только зеркала. Заводилось всегда нормально, ручки открывались. Да нормально, прекрасный обогрев лобового стекла. Кстати, у простого F7 его нет, только у F7X. А у тебя F7X? Да, ну у меня у батя F7, поэтому я могу сравнивать. У тебя две китайских тачки? Ну у меня было четыре китайских тачки, потому что у меня первым H6 предыдущую мэрию батя взял мой. Я у него посмотрел, в принципе, добрая машина. Он себе взял F7, потом я себе взял F7X и потом еще моей маме взяли тоже Havail. Я на них на всех поездил, так или иначе, и это добротный автомобиль. Ты нормально помещаешься в нее? Да, тоже абсолютно, проблемы нет. Здесь странная эргономика вот этой области. Что вот это вот? Зачем этот карман? Я не знаю. Для мелочевки? Ключи положить, наверное. Если ты ставишь стакан с кофе, а потом случайно локтем ведешь, что ли. Оп! Если у крышечка прямо туда все. Ну хорошо, если крышечка. Если полный стакан, то тут все в кофе. Это уже было пару раз. 37 тысяч я уже правил, почти 40. Сиденья даже, да? Никаких протертостей нет. Вот тут, знаешь, бывает протертостей. Ну вот здесь я постоянно локтем вожу. Ничего нет. Вроде ничего. У меня довольно утилитарное отношение к машине. То есть машина должна ехать, в ней должно быть комфортно, она должна быть надежной. Два с лишним года на ней езжу, она не ломалась. Да. Я того делаю срок, никаких проблем особых с ней не возникало. У нее полный привод, то есть я из сугроба вылезаю. Тут полный привод? Нифига. Спасибо вам большое за развернутый комментарий. Не за что, как мог, как мог. Спасибо, Игорь. Игорь, важная информация. Раз уж мы заговорили о добротной китайской технике. Сейчас, Игорь, 55 секунд, как говорится. А что ты смеешься? 55 секунд. 55 секунд. Так вот, ребяшки, еще пару важных слов о добротной китайской технике. И здесь мы имеем в виду смартфоны Honor. Если вдруг планируете подарок на 23 февраля, 8 марта, да на любой праздник, ловите лайфхак. До 31 марта при покупке модели X8B в комплекте с абонементом на связь, при покупке в интернет-магазине Мегафоны вы получите скидку 7 тысяч рублей. Скидка доступна и для действующих абонентов Мегафона. При приобретении цифрового продукта или страховке на сумму от полутора тысяч рублей. Кстати, на другие модели смартфонов у Мегафона тоже действуют скидки до 50%. До 50%! Игорь, скидки это всегда приятно. А мега-скидки приятно вдвойне. Все подробности уже по ссылке в описании. Так, следующая машина у нас... Зикар? Да, точно, Зикар 009. Но один нюанс. Это машина в Питере. А если нам нужно в Питер, однозначно Авиасейлс. Погнали! Ребяшки вжих! И мы в Питере. Авиасейлс. Красавцы. Однозначно рекомендую. Итак, следующий автомобиль это Зикар 009. И что самое интересное, это всего второй автомобиль компании. Представлен осенью 2022 года, а первый автомобиль это, как мы знаем, уже почти легендарный Зикар 001. Но перед тем, как позовем владельца автомобиля и поговорим с ним, тоже несколько интересных фактов. Компания Зикар, внимание, основана... Приора. Что Приора? Ты не можешь спокойно на Приору смотреть? Ребяшкам, покажи Приору. Трогает она какие-то нотки в твоей душе, да, Приора? Короче, ребяшки, компания Зикар, внимание, основана в марте 2021 года. Буквально вот недавно. А второе, как премиальное подразделение компании Гили. Да, многие вообще без понятия не знают об этом. Так что в следующий раз, когда начнете там стебать своего знакомого, эх, у тебя Гили, помните, откуда ноги растут? И более того, именно компания Гили в свое время спасла компанию Вольво. Если бы не Гили, вполне возможно, что Вольво бы сейчас не было. И этого автомобиля тоже, потому что многие технологии в Зикаре и современных Гили взяты как раз от Вольво. И еще пара интересных фактов. Компания Зикар, ну, считайте, компания Гили, сотрудничает с вниманием. Американская компания Ваймо, это подразделение Google по электромобилям. Израильская Mobile Eye, это система помощи водителя. А также стратегические партнеры компании Гили, ну и компания Зикар, это китайская компания Катл, крупнейший в мире производитель электроаккумуляторов. Как мы знаем, китайцы к китайцам продают дешевле. Поэтому эта машина, а есть, как мы знаем, еще Вольво и М90, копия Зикар. И именно Вольво построена на базе Зикар, а не Зикар построена на базе Вольво. Так вот, эта машина стоит в два раза дешевле, чем Вольво. Но давайте ближе к автомобилю. Перед нами машина китайской сборки. Это что-то вроде минивена. Кстати, этот автомобиль работает в такси, об этом еще поговорим. Длина машины 5,2 метра, масса 2380 килограммов. Автомобиль, повторимся, чисто китайской сборки, но вот дизайнеры, которые работали над этим автомобилем, вот их имена и фамилии. Ни одной китайской фамилии, между прочим. Главный конкурент этой машины, будьте добры, укрупните вот туда вот. Нет, не мусоровоз, а вот справа Альфард стоит. Это Хёнда Стария, а также тот самый Вольво М90, фактически копия этой машины, только внешне немножко другая, но Вольво, напомню, в два раза дороже. И вот напишите, пожалуйста, в комментариях, что, по-вашему, лучше взять за эти деньги? Вот цены на Альфард, на Старию, на Вольво и на Зикар. Ждём ваши комментарии. Холодает в Питере, минус 5, мы, честно говоря, хотели бы поснимать где-то в минус 20, буквально недавно было в минус 20, но минус 5 тоже сойдёт. Зовём Артёма. Небольшая рекламная пауза, 55 секунд и продолжаем. Знаете ли вы, что перед тем, как поступить в продажу, умный китайский автомобиль проходит тестирование функциональности программного обеспечения и анализ реакции системы на сценарий дорожного движения? А кто этим занимается? Инженер по тестированию. Если вам тоже интересно такое, и вы давно мечтали попасть в IT, освоить профессию можно в Яндекс.Практикуме. Для начала, чтобы понять, интересно ли вам в принципе эта сфера, проходим бесплатную вводную часть. Если всё понравится, далее в полный курс. 4 месяца, и вы освоите популярные методы тестирования. Обучение проходит в интерактивном учебнике, а навыки отрабатываются на реальных кейсах. А помогать вам будет нейросеть Яндекс.Джипити, которая объяснит сложные моменты и подготовит краткий пересказ. После обучения карьерный центр поможет составить резюме и собрать портфолио. Кстати, они уже трудоустроили более 10 тысяч выпускников. Сканируйте QR-код или, как обычно, ссылочка в описании. Рекомендуем. Продолжаем. Привет, ребяшки, это Артём. Артём, салют. Привет. Многие из вас видели обзоры на YouTube. Время 13.10, и мы начинаем свой отсчёт. Ровно 12 часов я сегодня буду кататься. Машина, как мы поняли, Артём, то, что ты сказал, не твоя, арендная. Машина, да, берётся в аренду. Расскажи, пожалуйста. Данные автомобили берутся в аренду, потому что на рынке они стоят от 10 миллионов. Не каждый водитель может себе позволить. Поэтому люди просто закупают их пачками и сдают в аренду. Кстати, Beha 7 State, она тоже в аренду? Нет, Beha моя уже личная. А это твоя Beha? Да, Beha личная. Окей. Как происходит контакт? Где ты находишь людей, которые купили машины и готовы сдавать их для аренды в такси? Авито. Серьёзно? Да. На Авито очень много вакансий, там просто сдаются в аренду. Либо на проценте ты работаешь, либо на аренде. Потому что на проценте многие водители думают, что это выгоднее работать. Но многие думают, что на аренде выгоднее. А если ты её, ну, там, поцарапаешь там? Всё на тебе. Ну, опять же, если по твоей вине. Если это всё происходит по твоей вине, то платишь ты. Ну, ещё раз, правильно ли мы поняли, что если вот есть человек с опытом, водитель автобуса, Михаил Семёныч 56, нафиг надоело мне катать бабушек по экскурсиям, хочу работать в такси. Он может зайти на Авито, найти человека, у которого 10 зикеров, сесть на зикеры и кататься на нём? Да. Прикольно. Ладно, ближе к делу. Значит, машина. Ты ездил на ней. Какая была максимальная минусовая температура? Минус 25. Были холода в Санкт-Петербурге. Был ураган вот этот, Иван или как его, Витя звали. И я попал под этого Витю. И я как раз попал его на зикере. Этот ураган я перенёс адекватно. Но зикер, к сожалению, подвёл прям колоссально. Потому что... Колоссально? Колоссально. Потому что китайцы обещают 800 километров запас хода. По факту 150. Это, нет, серьёзно? Ну, это серьёзно, да. Говорили, будет разница в 150. То есть будет 550. 700 минус 150. Нет, нет, нет. Ровно 150 километров на зарядке 93% было. В самом начале рабочей смены. Да. Через 3 часа у меня уже было 40 или 39. Если на улице минус 25, то от зарядки лучше не отъезжать. То есть ты просто заряжаешься, тогда, возможно, там 100% как-то и зарядится. А какая у тебя зарядка? 220 или быстрая? Нет, суперчарж, который вот у нас в Санкт-Петербурге. Который вот в Питере городские стоят. Да, да, да. Это у нас светодиодная история. Да. Как она ела себе зимой? Потому что китайцы любят вот эти разные навороты. Ручки выезжающие, это тоже отдельная история. Здесь никаких поломок, вообще ни глюков, ничего нет. Здесь единственная есть проблема, которая связана с зикрами, это задние двери. После мойки, когда ты выезжаешь на улицу, больше минус. Со светом всё было окей. Со светом вообще всё чётко. Даже минус 25, Витя и Иван, всё нормально. Всё чётко. Дальше? Самая большая проблема, это была с дверьми. Ручки здесь обычно, не выезжающие? Не, ручки всё нормально, да. То есть они открываются, закрываются. Но если на улице минус 10 и ты её помыл, дверь вот так открывается и не закрывается. Почему? Я 20 минут нажимал открыть-закрыть и как-то вот так вот, да, 20 минут на морозе. А когда у тебя смена в такси, это не так, а что клёво? Нет, 20 минут для данного автомобиля это ещё мелочи. Вот когда ты сидишь на зарядках по полтора часа и как минимум раза три за смену, то это ощущается. Сколько у тебя смена стоит, если не секрет? В аренду. Сколько ты платишь? 12 тысяч рублей. Это жидко. Это ещё дёшево. А ты зарабатываешь тогда? Можно эту секретную секретную скрывать? Видимо, больше. Что-то зарабатываю. На хлеб хватает. 12 косарей в день. Но это ещё дёшево, потому что в Москве аренда данного автомобиля стоит от 15 до 17 тысяч рублей. Двери? Проблема с дверьми, да. И большая проблема, вот эти вот подлокотники, то есть здесь находится регулировка сидений. Богато, кстати, да? Богато, но... Как тебе салон сейчас? Вот у нас Альфард там вон стоит, вон там. Ты, наверное, видал его внутри. Да, Альфард я знаю, но... И вот это вот? Я его сравниваю с Альфардом, а с 223-м Айбахом. Вот именно в плане качества материалов. Даже так? Так, потому что он проходит по данному тарифу, как Майбах. Это тариф Элит. И в плане качества материалов... Тариф Элит? Да, тариф Элит. Клёво. То есть это Майбах. Когда ты заказываешь Майбах, к тебе может приехать Зикар 009. Я ни разу не езжу. Ни разу? Нет. Я тебя сейчас прокачу. Бесплатно. Минималка 1800. Шутка. Проблема вот с этими подлокотниками. Да. Многие пассажиры, когда садятся... То есть вот представь ситуацию. Ты заказал такси, к тебе приехал Зикар. Ага. На улице снег, либо же грязь. Понятное дело, то есть тебе нужно отряхнуть ноги. Да. Ну, чтобы сесть в машину. Ну, как обычно, да. Как ты это здесь делаешь? Ну, никак, пожалуйста. Наверное, уже зайдешь и... Никак, нет. Многие садятся, многие вот так вот садятся, ноги отряхают, потом встают. В смысле, сюда садятся? Да. Прямо вот сюда садятся. Я говорю, зачем вы это делаете? Они говорят, ну, а по-другому никак. А, вот даже так? Не надо делать танц. Интересно. Многие как делают? Они упираются рукой об этот подлокотник и как-то вот так вот умудряются сесть и ноги вот так отряхают. Но при этом они упираются об этот подлокотник. И когда люди упираются руками об этот подлокотник, они его ломают. В чем проблема Зикра? Это дверь и вот этот подлокотник. То есть они выходят из строя. Вообще, это существенная история. Это существенная, поскольку их негде чинить. Когда ломается вот этот подлокотник, то есть сиденье, оно не работает. Все, оно не функционирует. Типа вперед-назад. Вот эти вот все кнопки на блоке управления комфортными сиденьями, они просто перестают работать. Для работы зимой в такси, с учетом того, что мойка там почти каждый день у вас, насколько я знаю, машина всегда чистая. Нет, по несколько раз в день. Ё-моё. Это неоднозначная машина. Китайцы вряд ли бы это превосмотрели. Это все мелочь на самом деле. Основной большой минус зимой в работе в такси на данном автомобиле, это зарядки. Прокатишь нас немножко? Поехали. Прокатимся. А сиденье всегда вот так? Естественно. А сколько максимум ты возил на этой машине людей? Пятерых. В регламенте Яндекс.Такси по тарифу Элит, это вот по данному тарифу машина проходит, только три посадочных места. Кирилл, хорошо сидишь, да? Ну, если что, лечь можете. А, кстати, по поводу Бэхи. Ты сказал, что ты его сегодня продаешь. Да. Зачем? Покупаю Майбах. У тебя свой, блядь, Майбах. Ну, у меня до семерки был свой же Майбах, но я перегрел двигатель в нем, мне его пришлось продать. Перегрел это как? Ну, машина создана для обычной езды, для комфортной, спокойной. А я как бы молодой, энергичный. Вот так. И да, и пришлось немножечко перегреть его. Ты местный сам? Я из Мурманска. Ой, из Мурманска. Ну, в Санкт-Петербурге уже 13 лет. Так если у тебя есть Бэха, зачем ты платишь за аренду Зикора? Это же Бэха-семерка, это тоже... Для контента. Не, серьезно? Да. Только для контента. Только для него. А так, ради денег, лучше свою машину купить. Конечно. Это выгоднее. Извини, перебью, самое интересное. Вот я включил камеру заднего вида. А что это такое? Это паркинг, где машина стояла. Камера зависла. То есть, вот, я включаю переднюю передачу. А как это такое? Что-то бывает. Ну, это Зикор. А сколько машина стоит? Ты в курсе цен? 10. 10 миллионов. Здесь в Питере. Да. 10 миллионов, но, как многие говорят, если пригонять, то можно пригнать миллионов за 8-9. А за сколько ты Майбах сегодня покупаешь? Майбахи стоит от 6 до 10 миллионов. То есть, ну, в принципе, цена, те же деньги, да. Но машина будет 18-го года, а Зикор 23-го. И ты выбираешь за те же деньги машину вместо Зикора? Совершенно правильно. Ты можешь такую же купить, да? Совершенно правильно. И я, поработав на Зикоре, понял, что данный автомобиль, я бы себе бы не купил железный бетонный. Я многое с ним прошел и понял, что все-таки я еще не готов к китайскому электрическому автомобилю. Годик-два пройдет. Я пойму, что обстановка налаживается. У нас расширяются электрозарядки. У нас появляются дилеры официальных данных автомобилей. Тогда куплю. Сколько у нас процентов? 64? 64 процента. Утром ты выехал сколько было? 90. Так, времени 11 утра. А я скажу больше, он выехал 2 часа назад. Но в Питере есть также Зикоры в такси с большими батарейками. У них запас хода хватает буквально на 2-3 часа побольше. То есть, я ориентируюсь именно по времени. Не по километражу, а по времени. А зачем тогда люди берут их в аренду? Машина свежая и 23-го года. Такси нам за свежие машины дают баллы приоритета. Чем у тебя больше балл приоритета, тем быстрее ты получишь заказ. То есть, буду стоять я на Майбахе 2018 года и буду стоять Зикор 23-го года. Придет заказ Зикору, потому что у него баллов приоритета больше. Но ради баллов приоритета я не готов тратить 10 миллионов на электромашину, которой я не уверен. Я в этом автомобиле не уверен совершенно. Давай о хорошем, о плюсах. Не, давай пока что еще о минусах. Тебе их много накипело. Здесь минусов больше. Конечно. Здесь сейчас пойдет речь не о самом автомобиле, а о России. Мы еще не готовы. Мы еще не готовы к электрическим автомобилям. То есть, вот к таким машинам мы готовы. Но не к Зикорам, потому что у нас большая проблема. Лично у нас в Санкт-Петербурге большая проблема с зарядками. Их реально мало и на них очень большие очереди. Для того, чтобы зарядить свой автомобиль, ты не то что тратишь час времени на зарядки, ты еще можешь часа 2-1,5 потратить в очереди на эту зарядку. Подожди, как час времени? Там уже какие-то есть зарядки за 20 минут, до 30 минут. Слушай, ну все вот мне говорят, что в роликах, в комментариях пишут, что, Тёмыч, заряжайся на других зарядках, на суперчардж вот так называемой. Хотя и на них и заряжаюсь. То есть, многие говорят, что ток или как-то там вот это вот все. Амперы, да, вот этот вольт, типа там 150 должны быть. А у нас на зарядках 54 максимум. Хотя они должны выдавать 150. Но у нас в Питере как бы зарядки выдают только 54. До 100 ты, видимо, не заряжаешь. До 100, до 100. Да, до 95 максимум. Потому что, если ты заряжаешь 100, якобы там батарейки плохо, еще что-то. Ну, как нам рассказывают владельцы данных автомобилей. А это просьба владельца автомобиля? Да, не заряжать до 100 и не разряжать ниже 20. А в минус 40 в Якутии люди на такой машине смогли вы хоть куда-нибудь поехали? Мне вот понравилось в комментарии, мне написал как раз человек из Якутии. Он сказал, если я куплю себе данный автомобиль, он у меня постоянно будет стоять заряжаться. Потому что он у меня на зарядке даже будет разряжаться. У нас, говорит, минус 40, говорит, я его буду заряжать просто для того, чтобы хотя бы поддерживать какую-то зарядку. То есть, эта машина для данных регионов страны вообще не рентабельная. Мы сейчас говорили именно про такси, то есть, для такси бы я бы ее не взял. Если бы я ее брал для личного пользования, это как бы другой момент. Но это странная машина, за рулем на ней ездить, вот такое хозяйство с тобой возить. Да, и как бы тогда, возможно, и нормально, тебе этой зарядки будет хватать. Но, как правило, данные машины покупают для путешествий, потому что же здесь весь комфорт, да, сзади. На дальняки здесь ездить просто одно удовольствие. Если это не зима. Мне кажется, и на лето здесь не будет заявленных 700 километров. Здесь, мне кажется, максимум хватит километров 400 летом, вот именно если на дальняк. Но зато вот ускорение, вот ускорение мне здесь нравится. Вот такие вот всякие комбинации надо понажимать. А, ну, слушай, на русском все классно сделано. Ну, да. Так, Кирилл, держись там. О-о-о, вот как надо лютенько. Тихо-тихо-тихо. Уже 90 почти. То есть, как бы... Ты даже каприю в себя живешь. Все, Кирилл, ты как там поживаешь? То есть, в этом, да, есть своя какая-то изюминка данного Зикра. Ага. Эмоциональная машина. Аккуратненько у вас нужно ездить, да? Это Питер, это вот так у нас чистится снег на крыше. Что-то тут куски долетают и до машин, которые стоят рядом. Да. Есть же плюсы. Ну, а плюсы-то скажи, вот. А тебе очевидный плюс. Плюсы мелочи. Порадовать пассажиров в пятницу вечером. Сегодня пятница у нас, да? Самый большой плюс, который мне нравится, это материалы. Из чего сделано вот это вот все. Алькантара, кожа, прострочка. Вот именно ровный шов. На многих машинах ездил, детализация здесь просто обалденная. У нас только... Семерка. Так. Что по материалам лучше? По качеству кожи семерка, возможно, конечно, поинтереснее и понадежнее будет. Но в плане именно деталей, мелочей, то есть здесь ты не найдешь ни одного элемента, который просто в пластике. Ну, в каком-то дешевом пластике. То есть выглядит все дорого-богато, как любят в России. Люди, которые с тобой катаются, вызывают майбах? К ним приезжает Зикар. Что они говорят? Пассажиры все в шоке. Им Зикар очень нравится. У меня даже была пассажирка, у нее Аурус. Да у людей есть Аурус в личном пользовании? Ну, конечно, да. И она сказала, что я продаю Аурус и покупаю Зикар. Вот так. А вот люди садятся, а там у тебя на двери все на китайском. Там часы даже есть, не умею. Когда пассажиры садятся, им данный автомобиль нравится. И при следующем заказе автомобиля люди в комментариях указывают, нужен Зикар 009. Офигеть. Но в Питере, к сожалению, только три Зикара 009, которые работают в такси. Есть 50% таких и 50%, которые хотят именно майбах. То есть они проехались на Зикаре, они поняли, что это все весело, прикольно, но здесь нет вот этой статусности, как на майбахе, грубо говоря. Старая школа или это молодежь? Старая, именно старая. Молодежь, да, молодежь, все, они садятся, они вау, вау, там все кнопки тыкают, они там все кнопки перетыкивают, им все нравится. Включают телевизор себе вот этот. О, тут же телек еще есть. Это по умолчанию он здесь стоит. Да, в любой комплектации с завода здесь стоит телевизор. Круто. Сколько пробег, кстати, на этой машине? 7800. Еще, наверное, не показатель, да? Не, показатель, здесь уже коробка была сломана. Стоп, подожди, это как? Ну, здесь с завода плохо защелкнули клемму для каких-то проводов, и она отщелкнулась. И коробка просто не работала. Надо было просто вот здесь пластик разобрать и клипсу соединить. А кто это делал? Сам владелец. Я так понял, кто покупает Зикры, у них есть свой какой-то анонимный чат, где они все общаются. Ну, где они там все общаются, там разрешают какие-то проблемы. И у многих такая проблема, что с завода китайцы плохо соединяют какие-то контакты. И приходится уже владельцам разбирать там какую-то панельку, грубо говоря, и добираться до этого провода, и самому его там перепаивать, либо же втыкать в штекер. То есть водитель просто встал, он не мог ни вперед, ни назад. Причем на дороге можно встать. Ну, он на дороге встал. Но это все детали, которые китайцы наверняка наладят со временем. Это все мелочи. Если это их второй автомобиль. Второй, ну, сейчас у них уже третий. Ну, это топ. Это уже топ. Это топ. За свои деньги на данный момент это просто топ. Если мы не водители такси, а мы покупаем для себя. В Москве же, знаешь, как популярно, детей в школу на таком возят. Идеально. Там 5 километров проехать до школы и обратно. Если тебе данный автомобиль нужен для передвижения до 50 километров, это идеально. А что касается вот сервиса, ты сказал, тебе это смущает. К примеру, разбил ты вот эту вот форточку. То есть, ну, где ты купишь такое стекло. Все упирается во время. А в такси время это деньги. С точки зрения коммерции. Да, естественно. А когда ты работаешь в такси, то есть, все мелочи должны быть исправлены в кратчайшее время. Раз в 10 дней мы проходим фотоконтроль машины. То есть, если машина битая, либо ДТП какое-то было, тебе машину блокируют. Мне всегда было интересно, сколько вы на воду тратите? У вас же бесплатная вода. Вот здесь еще дорогая вода, Байкал. Я обычно пилигрин покупаю. Сколько в месяц уходит на воду, не считал? В день 216 рублей. Кстати, вот по поводу воды. В Зикре большой плюс. Подлокотники для воды находятся очень далеко. В дверях, в углу. А, вот там вот. И многие... Лень тянутся. Лень тянутся, да. И то есть, как бы вот в этом большой плюс. И ты сейчас едешь покупать Maybach. Да, все равно. Да. То есть, для такси пока что Maybach это более, на твой взгляд, надежное. Потому что здесь даже как-то вот сидеть, если честно, в машине должна быть душа, мне так кажется. В такси твой автомобиль, это твой офис, твой дом. И ты в нем больше времени проводишь. Подожди, самый плохой офис у тебя. Но здесь везде вот момент вот такой вот видеокамеры. И всегда такое ощущение, что за тобой какой-нибудь китаец сейчас сидит и смотрит, что ты делаешь. А он смотрит. Камера здесь, камера вот здесь. То есть, они смотрят исключительно все. Ну, ты заклеи ее, да и все. На изоленту, да, возможно. У Артема свой канал. Ссылочку оставим внизу. Можете посмотреть, там много разных интересных видео. У меня в среднем рабочие смены. То есть, я показываю, работаю изнутри водителя премиального такси. Работаю на многих машинах и многие же просто не знают, как изнутри проходит эта профессия. То есть, многие привыкли, что добираются с точки А в точку Б. Но сама кухня, как это все происходит, то есть, вот именно я показываю на канале. Спасибо тебе большое. Ссылочка внизу. Едем дальше. Это богатый райончик. Ребятушки, идем смотреть вторую машину. Это тоже Zikar. Мы снова в Москве. Авиасейлс. Красавцы. Какая собака здоровая. Отдельный знак для детской площадки. Что, приехали? Ребятушки, выходим. Свежо, что там? Они-то вообще на знаки денег не жалеют, да? Заходим, да? Можно? А прям так, открыто. Здрасте. Ким. О-о-о, номера-то. Так, вам нужно переодеться, а мы пока о машине расскажем. Ждем вас. Хорошо. Ребятушки, сначала несколько общих вводных слов о машине. Машина уже, можно сказать, полулегендарная. Один из самых популярных электрических китайских автомобилей в России. То есть, во многих городах многие из вас видели эту машину, но, тем не менее, несколько важных слов. Перед нами Zikar 001, это пятидверный спортивный электромобиль, выпускается компанией J-Jung Gili Holding Group. Короче говоря, компанией Gili, но о компании Gili мы уже рассказывали, потому что Zikar 009, которая была до этого, это, собственно, тоже компания Gili. Теперь интересно, за основу этой машины взята немецкая модель Porsche Panamera Sport Tourism. Не знаю, насколько это вот правда и фактология, но такая фраза часто встречается. Передняя часть этой машины взята от машины Link & CO5. Link тоже имеет отношение к компании Gili. Вот Link, а вот Zikar. Серийная машина производится с октября 2021 года. Производство этой машины происходит на специально построенном и сверхвысокотехнологичном заводе в городе Нинбо. И несколько технических фактов. У машины полный привод, поэтому, видимо, она пользуется такой особой популярностью. Разгон до сотни 3,8 секунд, максимальная скорость более 200 км в час. А 1 сентября 2023 года был представлен Zikar 001 FR 1248 лошадиных сил. И один из главных конкурентов Tesla Model S Plaid. Игорь, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Вы, знаете, редкий человек, который с такой машиной, с такими номерами так не боится свободно общаться. Я могу искать предысторий этих номеров. Давайте. Мы продавали автомобиль, в котором у нас были номера 3 пятерки Range Rover. Она поехала номер сдать на хранение, ей выдали вот этот номер. Бесплатно? Да. Ближе к машине. Почему выбрали именно этот автомобиль? Это там выбирала жена женщины, как бы вот сказала, она красивая, она модная, она... Мы поехали, посмотрели машину вживую. Три китайских автомобиля у нас сейчас на районе. Ну и тогда вышел Z Sport, собственно, вот эта версия, она была только оранжевая, мы ее, собственно, и заказали. То есть максималка... Катается жена? Катается 90% жена. А почему не вы? Я не люблю ездить на одних и тех же машинах долго, я как искатель, я хочу получать удовольствие. Вот у меня там стоит то, что мне приносит удовольствие. Что если не секрет? Jaguar XJ. Почему не электро? Он настоящий, то есть ты получаешь от него... Хорошее слово. Увольствие, да? Хорошее. Оно похоже, как резиновая женщина, оно вроде то же самое. Да, но кайф-то ты от чувств настоящих испытываешь. Утром завел, она вот прям тебя зарядила. Не ты ее зарядила, а она тебя зарядила, и ты поехал. Там настоящая кожа, там настоящее дерево, ты сел такой вот. Но почему электрички, вот второй как бы автомобиль, да, потому что для нас эксплуатация, она достаточно беспроблемная. То есть зарядка дома, раз в неделю ставишь, она заряжается, парковки бесплатные, налоги бесплатные. Это в принципе недорого, но ты не заморачиваешься этим. С 2019 года у нас не было электричек, которые бы сломались, их бы не отремонтировали. Они в принципе не ломаются, у них сервис такой. Ну, поменять фильтр салона, чтобы дышать было приятно. Колодки вообще не знаю, кто менял, либо когда-либо за это время. Наши постоянные гости. У нас сегодня почти в минус 15, бывало и холоднее. Как машина ведет себя зимой? С ней не было проблем с точки зрения, чтобы что-то не работало, просто расход увеличивается. Она все время выезжает из теплого гаража. Хотя 21 в Ягуаре бензиновом сильно теплее, чем 23 в электричке. С такого тепла, который дает бензинки V6, ни одна электричка не дает. Вот сколько их было, ни одна не дает. Ты садишься и потом в ДВС такое тепло. Ручка покажите нам, пожалуйста. У нас история была только с ключом, что там батарейка садилась, они быстро садятся. Ну, это где угодно может быть. Не было глюков таких вот только с ключом. Весомых. Которые головняк бы делали, такого нет. То есть китайцы для минус 20 все продумали здесь? Я не считаю Зикар китайским автомобилем. У тебя на многих машинах езжу, вот сейчас там последний, это Танк 500. Типа в наличии? Да. И ты садишься в Зикар, ты не чувствуешь, что ты в китайском автомобиле. А простите, вот еще про Танк уточню. Танк 500. Почему не Ланг Круза 300? Потому что Х2. А по ощущению? Крузак мне никогда не нравился. А что нравится? Из европейского? Рейндж Ровер. Вот. Потому что больше еще Х, чем Х2. А Х4 уже там, да? Это, ну, я считаю, неразумно. Рейндж Ровер мы тогда смотрели, он был 2018-2019 год с пробегом под 100. А сколько стена была? Супоставимая, там в районе 6-6,5. А вот, заметьте, после мойки вода, она не замерзает, потом никаких нюансов не возникает? Если бы мы вчера ее помыли и оставили бы на улице, она бы, может быть, замерзла. А у вас такого не было опыта на улице ее оставить? Зачем? Мы приезжаем куда-то, там, едем по делам, она стоит 3 часа, там, 4 на улице, потом садишься и едешь. За 4 часа ок, никаких проблем точно. Нет, нет, вообще не было. То есть у нас были танцы с бубнами, когда вот садился ключ, у него есть карточка, как вот у Теслы, да, прикладывать. Есть Bluetooth-ключ, но у него всех есть, это вот это отжимание-прижимание с мастер-аккаунтом, вот это ерунду, которую китайцы придумали. И он меня больше всего бесит, то есть из-за чего китайские автомобили бесят, да, это вот этот мастер-аккаунт, который классно работает в Китае и к нам очень тяжело он приходит. Прокатимся? Да. Чуть-чуть. Да. А тут же еще стекло опускается. Ну, приотпускается. Как у Passat CC. А это стандартная история без рамочных дверей. Не замерзало за те 4 часа? Нет. Нет, просто на эту вот эту ручку. Вот эту? Ручку, которую открывать. Сколько пробег на машине? 6,572. Можем. Все, погнали. Кто-то не пристегнул. Даже за задний ремень? Да. Безопасность. Зимние условия. Заявлено сколько пробега на нем? Не, ну это вообще не стоит, тем более, что заявляют китайцы. В районе 600 с чем-то, ну это вообще бред. Первый электрический автомобиль у нас был Jaguar I-Pace. Он, соответственно, тоже не проезжал заявленных своих километров. Зимой где-то километров 380 проезжаем. Заявлено 600, получается 380. Зимой, да. Да, ну неплохо вроде, почти 400. Летом, ну летом 450 где-то. Вот видите, замерзло. Что-то скрипит такое? Ну это вот замерзла вода, и соответственно, это лед скрипит на крыше. Да, вот лед он вибрирует. С ней ничего не будет с крыши? Узнаем. До этого ничего не было. А на Тесле вы знакомы, может быть, у вас у знакомых кого-то есть? Ну у меня была Тесла 3 тоже. После Jaguar мы решили попробовать что-то продвинутое, технологичное. Купили Тесла 3 Performance. И через месяц ее захотелось продать вот прям сразу. Она, ну в общем сделана из галки и всего три палок, как бы, как говорится. Она технологичная, она быстрая, но ты не ощущаешь вот этого всего. То, к чему ты прикасаешься все время, да? Для электричек нормальная история, когда твой расход, реальный пробег уменьшается процентов на 30. Это нормальная история. Если уже это больше, значит какая-то эта фиговая электричка с плохим ПО, с плохим управлением, расходом и так далее. По управлению зимой? Зимой здесь обязательно надо включать снег. А в режиме снег он тебе позволяет стабильно ехать. Потому что машина мощная, постоянно, ну много момента дает. А в режиме снега он этот момент как бы снижает. Гасит. Чтобы, да, тебя стабильнее себя чувствует. По снегу во дворах, вот когда куда-нибудь во двор заедешь, в Москве не чистят после снегопадов. Гребет очень хорошо. Клеренс увеличил, нервом поднял. И она прет как танк. Хотя танк по сугробам как раз хуже прет. Танк едет хуже, чем вот эта машина по сугробам? Игорь, а вас не змущают электродвери? Вообще нет. Вам эта история кажется надежной? За 6,5 тысяч километров проблем никаких не было. Ни одной, ни разу. Да, но у нас дети ездят. Тем более. Дети на эти могут дернуть так, что вам не покажется. Мы сделали здесь режим, когда у тебя электродверь приоткрывается, а не открывается. Либо он тебя до конца открывает, ты садишься и закрывает. Но после этой вот фишки мы настолько привыкли, что садишься в такси, еще куда-то другую машину. Ты сел и ждешь, когда же она закроется, а она не закрывается. Это удобно. Проблем с этим не было. Что думаете о Мерседесах и о BMW? У меня знакомый ездит на 223-м Мерседесе, такой бензиновый. Ты в него садишься и ты понимаешь, что ты уже в каком-то, наверное, в плохом смысле слова, в китайском автомобиле. То есть там от Мерседеса уже ничего не остается. И зачем его покупать, я не понимаю. С точки зрения европейских автомобилей у меня лидером был Range Rover. Но сейчас нужная комплектация, он по 30 миллионов стоит. Второе, что наши дилеры их не могут обслуживать нормально из-за всей этой ситуации. Плюс у тебя нет гарантии. А про гарантию я могу сказать вообще прикольную вещь. У меня знакомый купил себе год назад новый Cadillac Escalade. Американец. У машины в декабре был пробег 10 тысяч. У него сломался двигатель, совсем сломался. Офигеть. Гарантии нет. И он не сам. Он починил в профильном сервисе миллион шестьсот. Это проблемный, самый проблемный двигатель. Они сделали его теперь алюминиевым. И если начать читать руководство по эксплуатации, там написано, что расход масла 1 литр на 3000 километров. То есть ты каждые 3000 километров должен проверять масло и наслаждаться прекрасным своим автомобилем. А он, соответственно, не доливал. Да, поэтому, наверное, будущее BMW Mercedes в нашей стране, оно такое, ну, для супербогатых, наверное, людей, кто и так сойдет, а мне хочется. Ну, наверное, да. Помимо купить все, что угодно сейчас можно, но нужно еще думать про сервис. Вот ключ сделать, 30 тысяч рублей прописать новый ключ. На BMW, если ты утеряешь свой ключ, товарищи, попадал 120 тысяч рублей. За сколько вы купили машину? Эта машина обошлась 6,5 миллионов. Имея 6 миллионов, ну, 7 возьмем, но не имея гараж, что лучше купить? Много тебе китайцы насыпают за эти деньги. Да. Бедил или электро все-таки? Да нет, если у тебя нет гаража, нет паркинга, то даже про электричку нет смысла думать. Возьми классический ТВС, дизель, не знаю, то, к чему ты привык, то, к чему тебе понятно. Брать без вот своей зарядки, прям вот своей, чтобы ты каждый день мог ее зарядить. Ну, вдруг что? То особого смысла нет. Ну, либо как второй автомобиль, как первый, то это точно нет. В городе, в области до 200 километров это вот комфортные тачки, они как бы дают тебе много чего и просят мало. Но если у тебя для них нет зарядки своей, то они будут просить много. Игорь, нас точно спросят, вот, что называется, откуда деньги, чем вы занимаетесь? Один из основных бизнесов, то есть, о чем со мной можно поговорить, это пройти. О чем можно поговорить? Да. Пройти, про тачки как хобби, потому что давно этим занимаюсь, и про ресторан. С точки зрения IT автомобилей, я придумал один из каналов продаж автомобилей через автомобильный аукцион онлайн, который позволяет любому желающему, сидя дома, выпустить свою машину на аукцион, если у тебя, ты владелец и пробег машины до 100 тысяч километров. Сначала у нас называлось это все Ставкар проекта, потом у нас случилась коллаборация с Кликонкар, и теперь это называется Кликонкар.ру. А про рестораны? Ну, вы были же, снимали что-то на флаконе, вот там три ресторана. Первое, давайте Карбонару. Давайте Карбонару. Это ваш рестик? Офигеть. Респект, мы там постоянно заходим, кушаем там. Сегодня у нас блюдо из ресторана или кафе Давайте Карбонару. Сегодня у нас есть Картар, в курсе 5000 прочиталой, и, конечно же, пасту Карбонару. Вы не выглядите как человек, у которого три ресторана и Кликонкар. А то, как это сказать, в четверг, да, сегодня день, вам вот один первый звонок только поступил. Обычно же вот этот постоянно, в Телеграме, в Ватсапе, это у меня так в течение дня есть, но я стараюсь правильно как-то располагать время, чтобы это... Делегировать? Да. Следующая машина ваша, возможно, какая будет? Уже думали? Ну, думали, пока ее не выпустили. Даже все, что показывали, ну, пока не вижу альтернативы. Почему не вижу? Во-первых, эти машины стали дешевле у нас продаваться. Ее сейчас можно купить там за 6 миллионов. Вот просто пришел из наличия. Она сказала, я год минимум буду есть, поэтому пока нет. Не вижу никакой альтернативы. Мы сравнивали с Аватором, как бы она смотрела. Это все-таки более... Так как дети, более семейная машина. Здесь места много, в багажнике больше места, обзор лучше. А вот еще хотел вопрос задать, а прям один остался. Вы так часто машины меняете. Кто покупкой, продажей? Вы сами занимаетесь? Это же тоже там, ездить надо, номера вешать, просто услуги всякие. Когда ты процесс понимаешь, ну, занимает это у тебя один день в неделю. Как бы лишнее телодвижение, но в целом, если у тебя есть мотивация, то ты этим занимаешься. А мотивация пока есть? Ну, когда есть интерес, когда у тебя на это, поэтому почему нет? Спасибо вам большое за уделенное время. Спасибо. Едем смотреть Аватор. Тут недалеко. Итак, ребяшки, с нами Даша. Даша, главный вопрос. Без шапки не холодно? Я вот понял, что мои годы молодые, когда мне без шапки было, пофигу, а они вот уже... Я все еще чувствую себя молодой, поэтому хожу без шапки. Это важно? Нет, конечно, я хожу с шапкой, когда я с маленьким ребенком, а так нет. То есть это не для съемки? Это не для съемки, нет. Это мой стандартный образ. Итак, у Даши Аватор 11. Аватор 1.1. Название не 2, не 11, а название 1.1. Стоит в гараже, да? Стоит в гараже. Открывайте. Ого! Давайте лучше красную машину поснимаем, пожалуйста. Это любимая игрушка мужа. На ходу все ездит? Знаешь, у меня до этого тоже был Порш. Какой? Макан. С-очка. И куда он делся? Он сломался. Прям совсем сломался? Ну, он сломался так, что в него надо было вкладывать большую сумму денег, а с учетом того, что он был там 15-16 года, это было уже просто нерентабельно. Машина 15-го года. И серьезно сломалась уже? Да. У нее застучал мотор. И удалось продать? Да. Типа, как есть? Нет, типа, как есть, нет. Мы выставляли на автору прямо объявление, что да, есть задержив в каком-то из цилиндров, и на следующий день его забрать за один день. И это был не перекуп, а реально покупать. А ремонт не озвучивали? Сколько стоит? Миллион. Ну, то есть, понимаешь, не было никакого резона, ты вкладываешь его в довольно уже такую взрослую машину, крупную сумму, чтобы поменять ее через какое-то время. А мысль о смене машины у меня уже была. Зарядка? Зарядка. Родная. Машину я покупала в Авелоне, и милый Авелон дил, подарил мне ее. Просто подарил. Это что такое за бут? Это она. Машина официальная? Авелон не есть официальный дилер, но Авелон самый крупный поставщик, аватар в России, насколько мне известно. И они единственные, кто дает у нее гаранчу. Они дали мне гаранчу два года на нее. Ого, это она так шумит, да? Да. Интересно. Ну, слушай, может быть, из-за того, что ей было холодно, но у меня сейчас ночью стояло на улице, и утром я ее загнала, может быть. Вот, это хорошо. Она была вся во льду. То есть я поставила ее буквально там 4 часа назад, загнала в гараж. Она была просто одна сплошная ледышечка. Она нормально переместилась отсюда сюда после ночи? Она прекрасно переместилась. Вообще у меня нет, я надеюсь, не будет никаких вопросов, связанных с ее эксплуатацией. вот в такую погоду, потому что даже в новогодние праздники, когда здесь была жесть, все 14 дней она простояла на улице. 14? 14 дней. В самом мороз. В самом мороз. Она потеряла всего 10% заряда. Ого. И она открылась в первую очередь, и никаких сложностей у меня не возникло. Ну, то есть такое ощущение, что я просто нажала на кнопку. Я к ней подошла, ручки выдвинулись, она такая, привет, Даша. Я такая, привет. Это круто. А кто устанавливал? С знакомой электрики. Сами? Сами. Ну, это 220. А обычно 220. Это 220, да. Там единственное из того, что надо было сделать заземление, и все. Сколько заряжается? Я обычно машину стараюсь разряжать до процентов 40-30, и ставить на зарядку. Для того, чтобы она зарядилась до сотки, но, опять же, лучше до 90, и так я это и делаю, ей надо где-то часов 7-8. Вот от этого? Вот от этого. Она 7 киловатт дает. В день у меня порядка 70 километров я проезжаю, и дня на 3 мне ее хватает. Так, выгоняем? Ага, давайте. Пока Даша выгоняет машину, несколько интересных фактов мы вам подготовили об этом автомобиле. Аватар 1.1 это первый автомобиль от этого бренда. Бренд вышел на китайский рынок в 2018 году. Это совместный проект трех компаний. Автомобильного концерна Чанган, IT-гиганта Huawei, и также компании Катал, которая производит аккумуляторы. Крупнейший производитель аккумуляторов для электромобилей в мире. Серийный выпускается с 2022 года. Дизайнеры китайского автомобиля Аватар 1.1. Вот список дизайнеров. Ни одного китайского и Вини там нет. Два электродвигателя мощностью 578 лошадиных сил. Запас хода 555 километров, как говорят китайцы. Но по факту, наверное, меньше будет. Сейчас Даша нам расскажет. 3,98 секунд до сотни. Максимальная скорость 200 КМЧ. Считается конкурентом BMW X5 и X6. Ну, там еще Мерседес. Каким там... Что там еще можно приплести? Каен, наверное. И вот еще интересная новость. В 2024 году в России официально появится марка Аватар. Поставками займется местное представительство Чангана. А параллельный... Эй, что, осторожно. Осторожно. Девушка, выезжай. А вот уже у нас есть. Да, было хорошо. А параллельный импорт этих автомобилей, сказали, запретят. В Китае эта машина сейчас стоит от 300 тысяч юаней. Это 3,8 миллиона рублей. За сколько купила его Даша? Сейчас спросим. Есть ли не секрет? Во сколько обошлась машина? 6,300. Уже у тебя адекватный ценник. Учитывая стоимость Порше. Мне попались очень сговорчивые менеджеры. И я покупала машину в декабре месяце. И у меня были определенные рычаги. Нужно продажи закрыть. Да. Да, в декабре. Нужно продажи закрыть. Я говорю, мне нужна новая машина. 6,300 это уже финальная цена? Или удалось еще... Нет, 6,300 это финал. А стоило, видимо, больше. 7,700. Ой, нифига себе разница. Минус моей машины. Уже? Сразу? Один. Отсутствие подогрева руля. Это такая стандартная, мне кажется, опция. Но почему-то... Дорогой машине хотелось бы применить. Но почему-то она отсутствует. И это, наверное, ее пока что, на мой взгляд, единственный минус. Чуть-чуть прокатимся? Обязательно. Про янечку. Отлично. Привет. Сейчас все эти новые китайские машины. Непонятно, как открывать, чего нажимать. Сюда, да? Да. Ага. При всем уважении к Порше. А Порше я очень уважаю. Я тоже. Я тоже. Мы просто недавно по Бангкоку ездили. Везде на Порше. Правда, как на Каинин там, на Сталине. Ну, большая разница. Это большая разница. Я все равно остаюсь фанаткой Порше. И все равно я надеюсь, что в моей жизни он все еще будет. Тачка с характером про Аватер, я не могу так сказать. А что можно сказать про Аватер? Это очень комфортная машина для городской езды. Семейной. Если на Порше мне хотелось гонять, ну, прям вот у меня было 345 лошадей. Я такая, о, сейчас я здесь. Здесь самый кайф разгона какой? Со светофора. Как-то на светофоре я тоже прикольно стартанула и за мной ехал Макан, как был у меня. И представляешь, со мной равняется этот Макан, открывается окно и девушка мне, девушка, я никогда не думала, что такое возможно. Девушка мне говорит, что это за крутая тачка у тебя? Я говорю, это Аватер. Она электричка, она говорит, китайская? Я говорю, да. Я говорю, ты как тебе? Ну, понимаешь, мы просто едем по проспекту мира. Я говорю, класс. Заходу, что ли, все это? Я говорю, пересаживайся. Я говорю, ты точно такой же пересела. Но про Порше мне никто такого не скажет. Такие приятные моменты и комплименты со стороны других участников движения я получаю достаточно часто. Вот это все не кажется, многие просто говорят, что это такие побрякушки. Это сделано красиво, это выглядит красиво. Я люблю там вставить какие-то разные темки, они тут загружены под настроение. Человек, владелец, который ездит на Zikr 009, сказал, что ему не нравится, что какой-то китаец за ним все время наблюдает вот через эту камеру. Ну, смотри, во-первых, эту камеру можно закрыть. А, тут еще шторка есть. Да, здесь есть шторка. Здесь кто? Ну, они въехали же. Меня это не напрягает. И здесь эту шторку я оставляю, поскольку она распознает меня и подстраивает машину, сиденье и прочее, именно под мою посадку. Ты смотришь в эту камеру, я говорю, типа, регистрация произошла, все окей, вот тебе, пожалуйста, каждый раз. А на лицо распознает? А на лицо распознает, да. Мы же смотрим телефон по SID каждые пять минут, да? Меня это не напрягает. Это можно закрыть и не пользоваться этим. Но я пользуюсь. Что друзья-знакомые говорят? Многих заинтересовал сам факт электрической машины, но не все наши друзья-знакомые, к сожалению, живут в загородных домах. Я бы не решилась на покупку машины, если бы у меня не было своего дома. Я всегда знаю, что если у меня есть электричество в поселке, значит, у меня заряжена машина. Тут есть несколько режимов вождения. Когда вот начинается такая каша, я могу переключить на кастомный режим, где настроила такое более... Сделаю ее немножко более тупой. То есть тебе вот этот быстрый старт при каше на дороге, он тебе абсолютно не нужен. Когда вчера был снегопад, я ее сразу в кастом, все у меня там настроено. Я там во всех чатиках, телеграммчик, аватра... А у вас есть группы, да? Да, при том там достаточно много людей, две группы основные в телеграмме. Идет обсуждение операционной системы, обсуждение того, что делать, если машина высадилась полностью и как куда подлезть. Такое бывает. Такое бывает, но да, видимо, такое бывает. Я с этим не сталкивалась. Потом там есть истории про мастер-аккаунт, чтобы управлять машиной с телефона. Я пока нахожусь в режиме ожидания получения мастер-аккаунта. Сейчас в Китае у нас Новый год, поэтому сейчас мне надо чуть-чуть подождать. И тогда я смогу парковать свою машину без приложения, нажимая одну кнопку, она будет сама заезжать. Ну и еще куча всяких прикольчиков. И та же энергия Москвы, проект нашего мэра, там таких зарядок практически нет. И тебе надо иметь переходник. Какой переходник купить, как его найти, где его найти. То есть информации много, но нет какой-то конкретики, да? Классно же, когда тебе говорят, вот этот переходник подходит к твоей машине и тогда ты можешь. Переходники лагают. Бывает такое, что ты подъезжаешь, а он там не с первого раза либо заряжается, либо происходит разрыв сети. А на работе есть зарядка? Нет. Только дома? Только дома. Эта машина только для работы, дом, магазин, детские кружки там? Да, да, да. И ничего не видно, не кружки еще, да? Ну, не кружки, но все равно какие-то, да. Выходы с мелким куда-то, да. Сколько заявлено про бега на этой машине? 578, если мне не изменяет память. А по факту? Мне кажется, что зимой километров 400. А он говорит, хорошо, не 200. Ну, нет, точно не 200. Я лично, наверное, километров 350 проезжала, и она не была высажена. Но если ее оставлять надолго на улице зимой, даже если у человека нет теплого гаража, потери тоже небольшие. Потери тоже небольшие, но считай, за две недели она потеряла 10%. Мне кажется, что это не потеря. А как бы человек с ручками проблем нет? Все же переживали, что ручки не будут выключить. Ты знаешь, я вчера, готовься к нашей встрече, помыла машину. Она была на улице, ну, часов 5, наверное. И потом она простояла еще ночь, и сегодня она прекрасна. То есть она вчера прекрасно в этот снегопад открывалась, закрывалась. Сегодня тоже не было никаких вопросов, когда я ее перегоняла с улицы. То есть все открывается, все выезжает, ничего. На данный момент, за владение 3 месяца, ни разу с ней не случилось какого-то лага, бага и прочей истории, что могло бы меня расстроить. Теперь самый нескромный вопрос. Многие спросят, а чем, вероятно, Даша занимается? Мы с мужем, у нас семейный бизнес, дистанционная торговля товарами, которые делает дома людей красивее, теплее. Это газовое оборудование, мы являемся официальным дизелером очень крупного поставщика. Сантехника кухонная, это оснащение, это мойки, смесители, водоподготовка, водоподготовка коммерческая. Да. Ну и еще много всего интересного. Есть ли уже какие-то мысли по поводу следующего нового китайского автомобиля? Пока такого автомобиля нет. Перед покупкой этого автомобиля я посмотрела разные бренды. Начали мы с Zikro. А почему не Zikro, кстати? А вот представляешь, он мне не понравился. Я ехала практически с 99% уверенности, что вот она, моя следующая тачка. У нее есть отголоски в Porsche, да, но я приехала, и вот честно, я в ней увидела BMW. Как я уже сказала, BMW я не очень люблю. Именно отделка салона такая зернистая, кожа, ну, по крайней мере, нам такая. Я, нет. Ali. Ali гибрид. Да, ну такая же практичнее. Нет, практичность, ну классно, налог ты платишь, парковки у тебя не бесплатные. Плюс она очень большая, мне такая не нужна. И я уже говорю, практически была вот совсем не настроена. Говорю, давай, там, может быть, БУ опять, там, Porsche, там, троллевая. Он говорит, ну давай съезди, посмотри. И я приехала, думаю, да. 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 Ну вот реально, я говорю, да. Спасибо большое за уделенное время. Спасибо. А следующая машина у нас, Ли, как раз. Пойдем посмотрим. Да. Скользко! Это скользко, тихо, тихо, тихо. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы для YouTube, для YouTube, делаем выпуск про китайские машины зимой. Зимой. Да, как они ведут себя зимой. А мы еще рассказываем про недорогие машины. Мы вот эту уже поснимали, вот эту. Жирю. Да. Что там про жиры говорят? Да с ней все нормально. Да с ней тоже все нормально, пластик просто чувствуется и все. Но она же недорогая. Я брала новую машину в парке. Пробег, у него был 45, ну то есть с нуля ее взяла. Ага. С 45 я ее покатала. И то есть все в порядке с ней было. Электронная коробка, ничего не ломалось. С нуля до 45 тысяч километров вы проехали? Да. Сколько же в такси работаете, если не секрет? Четыре, пять месяцев. За пять месяцев вы накатали 45 тысяч? Да. Оболтись. А вы осознанно пошли в такси? Ну осознанно временно. Зимой как она сияла? Сейчас вот ледяной дождь у нас, классика. Да. А до этого было минус 20. Сколько у нас там было? Ощущалось как минус 32. Как машина утром себя ведет? Ручки, прогрев? Все очень стандартно. До этого я правда ездила на Кашкар. Я вот в принципе какой-то разницы не чувствую. 86 тысяч уже пробег. Обычно на таком пробеге машину продают, потому что ТО 90 и там вновь его нафиг. А оно у вас как-то вот как новое. Это тоже арендная машина, да, машина? А вот нам мой коллега ваш, который ездит в классе люкс или как он там? Ультима называется. Он сказал, что аренда это дорого. Лучше поднакопить, но свою купить машину в такси. Это кто осознанно идет работать правильно, вырубеет. Мне это не нужно просто. Ну в такси же так просто не устроишься. Вот пришел и... Не устроишься. А сколько времени занимает? Вот с момента вы подумали об этом и ваш первый день уже в такси. Для начала я выбирала, я как девочка выбирала таксопарк надежный. Ты приходишь, договор заключаешь. В Яндекс? Нет, не я. В таксопарк? Да, именно таксопарк. Договоры заключаешься, не водительские права для этого предоставляешь. И они в безопасности проверяют. Ну можно нескромный вопрос? А у вас образование или ваша основная деятельность какая? Я вторизм не работаю. Просто на данный момент я продажами не хочу заниматься, скорее всего. Но до этого я работала в Турции. Вы жили там? Да, я из Турции приехала, сейчас я. Какой-то вы странный сезон выбрали, что вы приехали из Турции в Москву. У меня есть по делам, была есть по делам, в принципе. А так я на ресепшене в Турции работала. Нравится? Да. С людьми нравится работать? А есть же всякие неадекватные персонажи. Намного интереснее решать какие-то проблемы, ситуации. Ну вы же решаете чужие проблемы, они начинают права качать, кто-то в плохом настроении, кто-то... Я, скажите, знаю, иногда русские слова забываю. Стрессоустойчивое. А вы, наверное, язык уже выучили, да? Да. А в Турции в такси работаете? В Турции? Вот так вот не думали? Не, не могу. Нет. Почему? Почему? Здесь время. Но мне Москве вообще не нравится. Почему? А вы, если не секрет, родом откуда? Мы вот не местные сами. Родом? Да. Да. А что же вам Москва не нравится? Я не забираю слишком много, но я хотела в Стамбуле. Как вы точно прям в точку попали, да. Я хотела в Стамбуле хоть жила, хоть зайти. Ну, то есть я в Москве все работала, жила в Стамбуле. Но я там не чувствовала такой, как сказать... Там просто в Турции люди доброжелательные, понимаете, улыбчивые, всегда готовы помочь. Но в России люди холодные. Пока вы здесь по делам, но когда вот дела наладятся, вы вернетесь обратно при возможности. Я уже осматриваю другую страну. А какую? Я еще не решила. А Дубай не смотрели такой? Нет. Почему? Ну, я была, мне нравится там. Ооо. Это лед? Видимо. Вот этот ледяной дождь. Не шутки. Не шутки. Прямо-прямо. То есть китайским автомобилем вы ок. Да. Вы на них уже много проехали. Да. А, вы же можете по этой полосе кататься. Круто. Круто. Значит, зимой машина хлопот не доставляла. Нет. Вот если нужно будет, автослон автожирный. Мы дальше снимать в общем. Ну, если вдруг будет желание, вы можете зайти. Или можете с нами зайти. Нет? Спасибо. А с нас чаевые. Хорошего дня. Спасибо большое. Спасибо. Удачи с работой. Нам сюда. Ого. Фига себе у них тут хозяйство. Я думал, какие-то две тачки будут стоять. Порж даже вот стоит. И мер стоит. Здрасте вам. Здрасте. У вас Rolls-Royce есть. Можно посмотреть. 29 миллионов. У наших корешей в салоне стоит такая тачка. Я такие только на картинках видел. Турбо. Знаешь, вкладыши были? Здорово. Привет. Привет, Илья Фролов. Привет, тачка. Вот он настоящий Lamborghini по-русски. Сверху спорткар. А внутри совсем чуточку лада. Эта машина к нам приехала на съемку. Она была клипа Басты. Так что смотрите. Леш, вышел уже у Басты клип или нет? Привет. Салют. Голос как в сети. Я на ютубе. Привет, ребяточки. Вот эта машина лично принадлежала Хрущеву. Это не совсем ЗИ-110, а ЗИ-110Б. Поставить нужно было 24-е колеса. Колеса классные. Цвет салона в стиле Тиффани. И машина, которая раньше была черная, просто с блестящим хромом стала играть совсем по-другому. И мы ждем сезона. И надеемся, кто-то у нас ее заберет и освободит это место для какого-нибудь дикора. Господа. Да. Вкратце, ваша история. Все, ну, многие вас знают как ютуберов, прежде всего. И тут вот мы видим вот такое. Вы к этому имеете непосредственное отношение. Это правда. За чей счет банкет? У нас есть инвестиции, конечно же. Партнеры. Да, мы в партнерстве с человеком, который, в общем-то, надо понимать, что если ты хочешь купить склад из 60 или 70 машин… А у вас 60 машин? У нас три стоянки в Москве, у нас есть стоянка здесь, стоянка рядом, еще одна стоянка на юге Москвы. И когда все это вместе сложишь, получается в районе 70 машин. Вот деньги на такое, конечно, в банке не всегда получается потребительский кредит взять. Вся страна, на самом деле, пытается торговать автомобилями. И это сейчас неудачный бизнес. Если вы хотите сюда зайти, ребята… Неудачный бизнес. Ну, от родственников до соседей. У меня все торгуют автомобилями. В итоге эти машины стоят на стоянках, приходится снижать стоимость, себе торговать в убыток. Крупные игроки, конечно, чувствуют себя чуть-чуть получше. Ты ездишь на Ли. На Ли. А ты на чем ездишь? Езжу я все еще на обычной машине из прошлого. Вот, а жене мы вот привезли Zyker X. Zyker, да. Да. И я могу коротко показать, почему. Коротко? Да. Совсем коротко. Пойдем. Обратил внимание, вот, о ценах. 16 500. 16 500. И 6 350. Покупают теперь люди, которые раньше покупали X5 и так далее, и так далее, и так далее. Да нафиг он нужен за 16 500, когда вот 6. Есть консервативные люди, которые все еще помнят, что это олдмани, как это называется. Да. Если у тебя эти олдмани есть, так сказать. В кармане олдмани. Четыре ляма? Четыре ляма. За машину. Садись. Да не сидя в ней. Нет, нет, нет. Слушай, у нас тема. Нет, подожди. Ну, сядь. Гостеприимный. Просто вот сразу, чтобы больше не было вопросов к этой машине, вы это все знаете, да? Это видели, да. Это все раскладывается с атаманкой. Кровать. Мы включаем тебе массаж. Да. И ты отдыхаешь между съемками, каратинечка просто. Подстроив, конечно, сюда подлокотничек и вставив сюда на зарядку свой телефон. Но надо понимать, что покупка таких машин – это путь самурая. Да, я ваши рекламные интеграции много раз смотрел. Еще пять минут, я точно туда пойду. Тема – китайские машины зимой. Да. Как вот ей сейчас? Ледяной дождь у нас на дворе. Как она? Ей нормально зимой? Так нет, надо сначала, ты подожди еще, к ледяному дождю еще надо подойти. Оформи китайский номер телефона, чтобы привязать ее к приложению. Только так. Дай сюда российскую симку, запасись переходниками для зарядок, потому что они к китайским машинам не подходят. И так далее, и так далее, и так далее. Нюансов много. Да, но когда ты едешь в потоке, ты видишь, у тебя машина современнее 99% других автомобилей, понимаешь? Это правда. Потому что вот этот компактный автомобиль, входной, премиальный Zykar 3.7 разгон честный, здесь есть все, включая освежители. Помните, у С-класса давно Мерседес немцы придумали вставлять духи. Здесь есть эти духи, боковые подушки, автопилот. Согласитесь, изящно ушел этот вопрос про ледяную дождь. Кстати, сегодня ручки открылись. С другой стороны, лючок зарядки, он может глючить иногда зимой. Это очень сложная электрическая машина. С одной стороны, это концерт джили, то есть это не какая-то стартапная история, когда люди на коленке придумывают и хотят, чтобы как-то ездила. Она надежная, она простая в эксплуатации, но она может глючить. На днях, например, я выходил из машины, закрыл ее, ручки закрылись. Мороз, 20 градусов. Открывается ваильское лобовое стекло. Само просто. Да, да, да. Я нажал еще раз, закрылась. Надо с пониманием к этому относиться и хотеть ездить на современной машине из 21 века. Быть готовым прощать. Но чуть-чуть страдать придется. Сто процентов, ребят, сто процентов. Спасибо за честность. Хорошее место, имейте в виду. Адрес окажем в описании. Давайте к Ли перейдем. Давай. Да, ты ездишь на Ли. Да. Где он там стоит? Идем на улицу. Идем на улицу. 4750. Тачки новые или с пробегом? Вот эти три. Эти новые. Все новые. Сейчас рынок китайских машин на дне практически. Сейчас самый лучший момент покупать автомобиль. Да. Потому что вообще в России же никогда не было, чтобы автомобили дешевели. Но очень много частников пришло в бизнес. Да. Накупили машин. Увидели, ой, зикар, зикар, зикар. Ли, ли, ли. Набрали, набрали, набрали. В итоге спрос упал к Новому году. Сменился модельный год и люди начали распродавать машину в убыток. Или с низкой маржой. Да. Поэтому это самый лучший момент прийти и купить сейчас машину. Скажи, пожалуйста, вот что. Говорят, что там параллельный импорт запретят и с бишкеком схему какую-то запретят скоро. Максим, дорогой. Подорожают машины? Подорожают. К лету? В апреле уже подорожают. А в связи с чем? Они уже начали дорожать. В связи с чем? Ну, потому что будет другая цифра на таможне. Китайцы подорожают? Все подорожают. Насколько? Пойдем. Но подорожает все. Спасибо за информацию. Так, пойдем и посмотрим. Да, идем. Спасибо большое. О, ты на этом ездишь? Я на этом езжу. А также любой клиент на этом может ездить, потому что эту машину мы купили специально для тест-драйва. Мы единственные, кто... Здрасьте. Смотри, как красиво. За это время уже было два или три тест-драйва клиентских. Так. Люди влюбляются в эту машину. Ну и я тоже не исключение. Честно говоря, меня она разорвала просто. Ты же на многих машинах не купил? На многих. Я включил режим камни и оказалось, что это совершенно неподходящий режим для камней. С задним приводом мы разобрались. Машина это, конечно, не для дрифта. Здрасьте. Привет. Как дела? Смотрим тебя. Спасибо большое. Это нереально, на самом деле. Ты давай его сейчас не как отделка... Да не буду я тебя в кредитный звать. Не буду. Все, обещаю. Ближе к делу, да. Обещаю. Давай с ручек начнем. Вот у нас все во льду. Все... О, как сыпется. Давай ее закрой. Может, тогда что... Ага. Вот. Смотри, видишь? Не до конца ушла. Ну почему? Вот видишь, уже до конца. Вот тут смотри. У тебя ручка примерно... Слушай, ты ее сейчас закрыл. Я ее сейчас закрыл. Отойди, пожалуйста. Отойди. Я смогу ее там сейчас подсковырнуть? Ой, видишь, она не до конца ушла. Да, да, да. Вот ушла. Блин, я хотел подлезть как-то и пальцем ковырнуть. Смотри, если они у тебя, например, закисли по какой-то причине, они заведенели и не выдвигаются, ну вдруг такое возможно, ты делаешь вот так. Предусмотрено экстренное открывание. О, ну-ка покажи, пожалуйста. И там внутри еще, видишь, личинка для замка. Сколько она стоит? Ты знаешь, у нас сейчас есть специальное предложение, мы купили 5 машин в Китае, которые продаем по уникальной цене. Конкретно вот эта тачка стоит у нас в салоне 6300. Полная комплектация, пороги, лидар, все дела. Это ли 7? Это ли 7. А это полная комплектация в России вся работает? Вот ты сказал об этом сим-карте, но какие-то номера китайские нужно заводить? Конечно, нужно ее перепрошить, но сейчас в новой прошивке появился английский язык, поэтому русифицировать не обязательно. А вы это делаете все, чтобы я пришел и не сидеть с программатором и с телефоном и с USB кабелем не тыкать? Конечно. А русский появится когда-нибудь? Никогда. В смысле? Почему никогда? Им это не надо. Ли – это стартап, им вообще глобально все равно, продается она у нас в России или не продается. Даже так? Они не собираются особо ничего про это делать. Вот английский язык, то, что появился – это чудо. Например, у Zikra его в принципе нет. У Zikra ты должен перепрошивать на русский язык. Здесь сейчас мы поставим телематику, поставим русскую симку. Просто на сегодня мы договорились, ребята ее разобрали, потом я сказал, что ты приезжаешь, они ее собрали обратно. Можно нажать кнопочку, подключить к Wi-Fi и обновиться до английского языка в новой версии. Я буду ездить на английском, я не буду ее русифицировать. Можно все-таки как-то принудительно русский вшить? Конечно. А, можно все-таки? Конечно, конечно. Zikra и Li очень хорошо изучены в России. Здесь может быть у тебя Яндекс.Навигация, вся экосистема Яндекса. Здесь может быть все наши плееры, там, Кинопоиск, Иви и так далее. Все это делается. Что здесь мне не нравится? Мне не нравится, что нет обогрева лобового стекла. Типа нитей. Да. Это, как бы, важно для машины России. Все смотрят. Это, вообще-то, дофига важно. Да, нет обогрева, не отключается система стабилизации. Например, мне важно, чтобы она отключалась, я хочу ехать боком иногда. И я бы еще, и не только я, некоторые клиенты тоже об этом говорят, сделал бы шумоизоляцию колесных арок. Вообще у нее офигенная шумоизоляция, у нее двойные стекла, все такое. Но на высокой скорости, на шипованной резине все-таки требуется, конечно, чуть больше шумки. А обдув справляется с быстрым размораживанием? Размораживанием, да. Вполне, да. Ну, тут вот такое размораживание, это просто максимальная обдув на стекло. Такая, как бы, простая очень опция. И телевизор тоже есть, даже в Ли-7. Да, ну, это максимальная комплектация. Сзади есть выдвижной телевизор, раздельная панорама, лидар, выдвижные пороги и двадцать первые колеса. Это же гибрид? Это гибрид. Движок тут сколько? Полтора? Движок полтора литра. Он нужен только для того, чтобы заряжать батарею, он никак не связан с колесами. И батарейка небольшого, соответственно, небольшой емкости в районе до 80 кВт-часов. Я бы даже сказал до 70, по-моему, в районе 65 кВт-часов. Как раз-таки потому, что имеется все время у тебя под капотом, по сути, зарядное устройство. 65 литров бак, льешь 95-й. И они говорят, что когда ты заливаешь полный бак и заряжаешь ее на 100%, ты можешь проехать 1315 кВт. Это все, конечно, вранье. Это не имеет отношения к реальности. По факту, если я на всем этом проеду хотя бы 1000-1100, будет хорошо. Таких машин уже много в Москве. И не только в Москве. Значит, люди читают отзывы, не находят ничего критичного, видимо, и покупают их. Сейчас есть только один слух про то, что с этой машиной может быть не так. Говорят, что она превращается в кирпич после серьезной аварии. На самом деле любая современная машина отсекает питание после серьезной аварии. И это абсолютная норма. Ты меняешь блоки, и машина становится как бы живой. Но блоки – это пока что еще дефицит. Сейчас уже есть сервисы, которые… Это решаемо? Да, да, конечно, это решаемо. То есть пока нет такого, что ты отдал 6 миллионов, машина превратилась в кирпич, там когда-то врезался в бордюр. Нет такого, к счастью, нет. А их обслуживает официально кто-то здесь? Здесь нет никаких представительств, которые бы их обслужили официально. Официально эта машина в России никак не представлена. Ясно. А если что-то, ну, фильтр, что там еще, колодки, что вообще с ней надо что-то делать? Надо менять масло, надо менять колодки, надо менять фильтры. Масло какое? Вот здесь, в моторе, в двигателе внутреннего сгорания. А, ну там же ДВС, да? Да. Ничего страшного нету, потому что это BMW-шный двигатель. Двигатель серии «Принц» – это BMW-шный изученный мотор в полтора литра. С ним вообще никаких проблем особо не должно быть. А знаешь, что это для людей, которые уже ТО на ней делали? Самый большой пробег «Лисянга» в России, который я знаю, это 30 тысяч километров. 30 тысяч? Да. Ну, это мало. Пока еще нет никакой статистики. Короче говоря, с точки зрения ежедневной, в том числе суровой зимней эксплуатации. Сейчас в Москве тяжелая погода, очень тяжелая. Там постоянно машина обмерзает. Ну, как ты сам прекрасно видишь. Ну, это еще Латвен, да. Тут уже потеплело. И то, что у всех машин, например, намерзает снег на дворниках или там какие-то похожие штуки, это действительно, ну, есть у всех машин. Того, что было бы только здесь, я, честно говоря, пока не нашел. Но ты ездил на многих машинах. Рейндж-Ровер, Мерседес. Она очень похожа на Рейндж-Ровер. На BMW. Да. Как сейчас вообще дела-то обстоят? Рынок. Что людям делать? На что деньги тратить? И на что не тратить? Вопросы хорошие. Ты понимаешь, цены уже такие, что уже либо у тебя деньги есть, либо нет. Цены безумные. С 1 марта. 30 миллионов отдать за Рейндж-Ровер или вот 9 за Ли-9. 9 за Ли-9? Да. Он уже не стоит 9, он стоит меньше. Я бы отдал 9. Да ладно. Они дешевеют. Сейчас очень сложная ситуация с контролем ввоза. И все ввозят машины. Каждый таксист, каждый сосед. Сейчас позвони по своему контакт-листу. У тебя каждый третий будет заниматься продажей машин. Да. Вот еще одна фишка, которая меня безумно бесит. Она все время запирается, открывается, когда видит ключ рядом. Их привезли так много, что приходится снижать цену, чтобы продать. Люди просто пытаются вытащить какие-то деньги. Поэтому цена падает. Я бы взял лишку, конечно. Какую? Седьмую, восьмую, девятую? Пока что седьмую. Идеальное сочетание. Собака, ты просто вот зачем ты так делаешь? Я тебя хвалю. Это единственная двухрядная машина. Начиная с Ли-8, они трехрядные. Если тебе не нужна огромная машина, то это хороший выбор. Плюс она дешевле. Технические характеристики все те же цены. Китайцы сейчас активно уже обновляют их. Рестайлинги всякие пошли на 2024 год. Дашь какие-нибудь, возможно, советы? У Лишки появится модель Ли-6. Она будет еще меньше, еще дешевле. Она выйдет на днях буквально. Мы в Пекине уже увидим много всяких обновлений. На автосалоне? Да, да. Обновятся Зикры, обновится Ли. Но он не будет выглядеть по-другому. Это внешне будет та же самая машина. Базово по технике будет та же самая машина. Подождать до автосалонов и чуть вперед. Но опять же, подождешь, а там опять что-нибудь новое выйдет. Всегда выходит что-то новое. А ниже там станок-то работает. Самое плохое, станок работает еще и в законодательном смысле. Все время выходит какой-то новый закон. Мы работаем меньше года. И за это меньше года нам каждый месяц звонят и говорят, ну а что теперь вы будете делать? Потому что вышел какой-то, я говорю, а что случилось? Потому что я уже перестал интересоваться. Там выходит какой-то новый закон, новые постановления, новые решения. Сейчас вот, например, прошло заседание стран-участниц ЕАЭС в Алмате. Идут новые у нас реалии. Реалии. Февраль и весна – это лучшее время для покупки именно китайских машин. Если вас не пугают китайские машины, это лучшее время. А вдруг потом будет чуть лучше? Или вряд ли? Будет чуть дороже. Может быть, будет чуть лучше. Может быть, будет, не может, а 100% будет. Больше сервиса, больше обслуживания. Больше, более понятно, что делать с этими машинами. Но цена будет выше. Это 100%. Поэтому, если ты задумаешься о покупке машины китайской, именно китайской, надо брать ее сейчас. Что делать с немцами? Хороший жест, хороший жест. Ребятки, вот такая вот история. Естественно, среди наших подписчиков мы точно это знаем. Много владельцев китайских автомобилей. Вы, пожалуйста, ну, потратьте 5 минут или 3 минуты. Напишите свои комментарии. Мы даже их полайкаем, чтобы другие люди тоже почитали. Ли-7 продается в салоне Автожир. Это не реклама, просто хорошее место и хорошие ребята. Канал Привет Тачка. Спасибо большое. Все ссылочки внизу. Ждем ваши комментарии. Китайские автомобили зимой. Большой выпуск. Может быть, где-то что-то недосказали. Сами понимаете, и разные машины. Еще другие есть, которые не показали. Но топовые и самые популярные старались показать. А вы где ее хранить будете сейчас ночью? Я всегда на улице храню. И утром не боишься, что что-то вот такое? Моя задача ее полностью изучить. Я буду хранить ее под снегом, ездить по бездорожью и так далее. А красочное покрытие от этого не портится? Да нет, что ему будет? Да? Конечно. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.